Здравствуйте, дамы и господа, это передача Дикий Запад, с вами радио НВ, в студии Ивана Яковина, Дарья Колесниченко, здравствуй, Даша. Привет, Иван, привет нашим слухачам. Итак, сегодня у нас, наверное, последняя неделя перед Новым Годом, и она оказалась на удивление насыщенной событиями в Соединенных Штатах Америки. Начнем с того, что там, наконец-то, началась вакцинация от COVID-19, дело большое, поскольку из-за COVID-19 в Америке в этом году произошло практически все, что там произошло. И, к сожалению, я скажу сразу, что США до сих пор занимают первое место в мире за количество инфекционных коронавирусом. Да, и по количеству умерших людей тоже там какие-то все бьются рекорды. Там каждый день умирают больше людей сейчас от коронавируса, чем погибло во время терактов 11 сентября 2001 года. Там, к сожалению, каждый неделю почти миллион новых заболеваний. Да, очень ситуация кошмарная, и поэтому очень хорошо, что началась вакцинация наконец-то, там принимают участие в, вернее, колют сейчас две вакцины Pfizer, и модерную, и поэтому вроде бы процесс пошел, и уже меньше, чем за неделю один миллион людей вакцинировано. Как правило, это сотрудники медицинских учреждений и люди пожилого возраста. До речи, ты бачил, Дональд Трамп сказал, что просто такими гигантскими масштабами иде вакцинация, даже лучше, чем могли все подумать. Ну, конечно, у него всегда все самое лучшее, самое большое, самое великое и прекрасное. Он же даже сказал, что все дякуючи кому, вгадай? Ну, конечно, Дональд Трамп. Так, известно, и Джо Байден вакцинировался. Да, хотя, на самом деле, в создании вакцины компания Pfizer не принимала участие американское государство, вот эта компания Warp Speed, а Pfizer не приняла участие в Warp Speed, то есть не получал деньги от государства. Так, и Трамп досі не вакцинировался сам. Да, но зато вакцину получила, как ты уже сказала, Джо Байден, Нэнси Пелоси, по-моему, тоже получила, как входящая в группу риска старенькая, и там уже к 80. И Энтони Фаучи, главный инфекционный врач, врач инфекционист США, который, собственно, в каком-то смысле возглавлял борьбу против коронавируса в этой стране. Плюс, надо сказать, что ему на этой неделе исполнилось 80 лет, с чем мы его, конечно, поздравляем. Да, но потому что он действительно человек, участвовавший в многочисленных кампаниях против самых разных инфекционных заболеваний. Я думаю, что, на самом деле, если бы Фаучи решал все вопросики без участия Трампа и Пенса, и всех остальных политиков в этот раз, то Америка справилась бы с этой эпидемией гораздо лучше, но Фаучи не дали, так сказать. Это, до речи, он очень известный лекарь, он, насколько я знаю, также занимается проблематикой ВИЛ-СНИДу. Да, да, он же, кстати, и возглавлял усилия по ликвидации Эболы в Африке, то есть он реально очень крутой в этом смысле человек. Ойго тайм, до речи, назвали, по-моему, найвпливовейшую людиною року, что-то такое там было. Да, я думаю, что это может быть заслуженным, в общем, да, потому что он, скажем так, стоит во главе врачей, которые возглавляют, собственно, сегодня первый отряд обороны против ковида. Знаешь, я интересно, что Дональд Трамп влаштовывал просто кампанию против него, потому что перед выборами, так, он Фаучи каким-то образом, мне бы, разрушил его рейтинги, так, без того, как ищет. Да, Трампу было очень обидно то, что Фаучи пользовался больше популярностью, чем он сам. Так, американцы больше любят Фаучи, насправді, это конституция фактов. Да, ну, тем временем, кстати, давайте пару слов еще скажу насчет. В России полностью провальные испытания вакцины российской, потому что там уже отказались от вкалывания плацебо контрольным группам, потому что местный там академик Гинсбург сказал, а зачем у нас эпидемия и так идет, в общем, давайте без плацебо обойдемся. То есть, люди там говорили, дядя, ты точно академик? Так же не делается это вообще. Ну, в общем, плюнули все, и неудивительно, что президент России Владимир Путин отказывается вкалывать себе эту вакцину, хотя говорит, что мне больше 60 лет, и типа нельзя. На самом деле, конечно, как мы видим, что и 80-летние, и 75-летние вкалывают все вакцины, и все нормально. На самом деле, знаешь, что-то очень странно, что, попри все, что ты только что сказал, некоторые страны закупают себе вакцину российскую от коронавируса, вот Аргентина купила Беларусь. Это самое бедное, самое несчастное, и еще Северная Корея, насколько я помню. Ну, в общем, мы же не хотим остаться в их компании, поэтому я надеюсь, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Не будет, не будет. Я думаю, что украинская влада все-таки не ризикнет так это делать, потому что будет полная катастрофа. Ну, хорошо, смотри, давай вернемся в Америку. У нас Госдепартамент сегодня выступил с заявлением относительно Навального впервые, кстати, вот уже месяц длится эта история, или даже больше, потому что его отравили когда в конце августа, да, и вот Госдепартамент впервые выступил с очень серьезным заявлением относительно этого инцидента. Смотрите, я сейчас прям подсетирую. Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество новичок, чтобы отравить господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия и ответственности России. Российского правительства. Конечно, президент Путин и Российское правительство хотят, чтобы мы считали иначе. Это вот первое, что они сказали. И второе, они обвинили Россию в постоянной теории заговоров на эту тему. Давайте на чистоту такие теории заговора не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед Российским правительством, на которые оно еще не ответило. Это вот американцы прямо говорят. Тут надо, знаешь, что сказать, в первую очередь. То, что впервые, во-первых, официальный Госдепартамент отреагировал на всю эту историю с отравлением. То есть вот осталось до конца срока Трампа меньше одного месяца, и они наконец нашли все силы. Почему? Потому что, мне кажется, до этого Майк Помпео, госсекретарь США, очень боялся ссориться с Трампом. Трамп, ты же помнишь, он так и не сделал заявление. Нет, я даже скажу больше, его очень критиковал Джо Байден тогда за то, что он отмолчался, когда уже весь мир сделал какие-то заявки, а Трамп просто молчал. Ну, он один раз, по-моему, что-то там пробовнив, так что мы будем разбираться, а теперь будем разбираться. Да, он сказал, что посмотрим, будем разбираться, да, но Россию он ни в чем не обвинял. То есть он, по сути дела, снова встал на защиту России. И тут что интересно для нас, два источника СНН сообщают, что американцы уже подготовили санкции в отношении России, то есть Госдепартамент подготовил санкции против России, против российских официальных лиц, связанных с отравлением Навального. Но для того, чтобы эти санкции вступили в силу, необходимо, чтобы их поддержал президент и администрация. Из-за того, что Трамп этого делать не хочет, видимо, эти санкции будут отложены до момента прихода Джо Байдена в Белый дом. И тогда они уже закрутят там гайки на всю катушку, потому что очень уж они хотят, я имею в виду, американцы хотят эти санкции ввести. Как на меня очевидно, что при Трампе никакие санкции за отруйение Навального не будет никто вводить, но их ведут вот сразу, когда так станет Джо Байден официально президентом после инаугурации. Сейчас будем закинчивать с этой частью, будет у нас небольшая пауза, а потом мы до вас снова вернемся. Да, продолжаем разговор. Дикий Запад, Иван Яковин и Дарья Колесниченко. Еще несколько слов о санкциях хочу сказать, потому что, ну смотрите, вот как мы в предыдущей части говорили, сейчас будут введены санкции за отравление Алексея Навального. Когда сейчас? Сейчас это имеется в виду уже, видимо, в январе, сразу после прихода новой администрации в Белый дом. Кроме того, надо сказать, что на этой неделе американцы, опять же, Госдепартамент, Министерство торговли США ввели санкции против 45 российских предприятий, связанных с космосом, оборонкой и авиацией. Таким образом, и помимо этого, еще санкции введены против Министерства обороны Российской Федерации, а также против службы внешней разведки Российской Федерации. Таким образом, американцы, по сути дела, выключили из мировой экономики несколько десятков российских предприятий, очень важных для России, предприятий, занимающихся, например, строительством самолетом. Вся российская авиапромышленность выключена. Таким образом, россияне не смогут закупать сейчас для своих самолетов критически важные для них импортные комплектующие, касающиеся, как правило, авионики, сложной электроники и так далее. Таким образом, все российские авиазаводы встанут. Это касается завода в Комсомольске-на-Амуре, завода в Иркутске, завода в Казани, там вертолеты, строительные заводы и так далее. Короче говоря, таким образом, дали под дых американцы всей российской высокотехнологичной авиапромышленности. И это совершенно верно, потому что на этом все не кончится. Почему? Сейчас, если на этой неделе, опять же, агентство Reuters выступило с очень интересной новостью, на мой взгляд, оно сообщило, что Джо Байден начнет вводить антироссийские санкции сразу после прихода в Белый дом, то есть прямо в январе. Об этом же сказал в своем интервью изданию «Инсайдер», бывший посол США в Москве Майкл Макфолл. Он сказал, что администрация Байдена не собирается брать времени, как говорит Путин, у нас нет времени на раскачку. Сразу будут давать, как говорится, в табло. И не только потому, что не только из-за Навального, и не только из-за нарушения прав человека, но и из-за хакерской атаки. Вот Помпео, как мы сказали в предыдущей части, выступил на стороне мирового прогрессивного сообщества против Дональда Трампа, когда говорил об этой истории с... Хакерской атакой? Нет, нет, с Навальным. А сейчас про хакерскую атаку тоже Помпео, тоже вступился на стороне против России, как бы против Трампа он выступил и сказал, что за хакерской этой атакой стояла как раз Россия. И не только сказал это Помпео, это сказал и генпрокурор Вильям Барр, но тут что-то интересная реакция самого Трампа, потому что сам Трамп сказал, что нет там никакой России, а там есть Китай, Пекин. Да, и он сказал, что на самом деле вы увеличиваете масштабы этой хакерской атаки, все там было намного меньше, чем вам кажется, и стоял за этой атакой Китай. Ситуация полностью под нашим контролем сейчас. Он сказал буквально, что только что-то случается, сразу все говорят, что Россия, Россия так винна в этом. Это на самом деле не так. Ну, Трамп действительно самый верный, самый настоящий защитник Владимира Путина в США. Другого такого просто нет. Что тут важно сказать? Хакерская атака была просто чудовищных масштабов. Россияне придумали новый способ взлома. Они взломали не компьютеры тех или иных ведомств, а взломали программу, которую все закупают для руководства своими сетями. То есть программа управления сетями называется Орион. И вот эту программу, по сути дела, россияне взломали. И потом все пользователи этой программы автоматически оказались взломанными. Давай подумаем теперь, что может сделать в ответ. Так, США могут, по-перше, они могут, как минимум, выслать, мали бы выслать уже дипломатов российских. Это первое, что, кстати, недавно выслало дипломатов российских. Колумбия, из-за чего было много шуток на тему кокаина. Но да, сейчас, видимо, ну, во-первых, да, могут выслать дипломаты. И, кстати, ты знаешь, что на этой неделе американцы закрыли свои два консульства в Владивостоке и в Екатеринбурге. Таким образом, только в Москве и в Петербурге, по-моему, остались консульства американские. На всю Россию? Да. Только два? Да, да. Только два. А при том, что эти консульства существовали с 90-х годов. То есть, очевидно, что отношения начинают ухудшаться. Прямо катастрофически. Он еще не встег, не отбылась инаугурация, а уже начинается такая стена. Уже ситуация в отношениях между США и Россией просто чудовищная. Знаешь, чем связаны, как на меня, такие хакерские атаки? Чому Россия себе взагалі позволяет это делать? Потому что в 2016 году, когда были президентские выборы, втручание в президентские выборы, тогда США особо никак не отреагировали на это. США получили, Путин получил просто зеленое светло, по факту. Да, это правда. Плюс, я думаю, знаешь, с чем связано? С тем, что, получив под контроль все американцы, по сути, что произошло? Россия получила под свой контроль 18 тысяч корпоративных, частных и государственных сетей в США. Включая, скажем, сети Пентагона, Министерство внутренней безопасности США, Министерство финансов США, Министерство торговли США и так далее. То есть, самая ключевая ядерная лаборатория в Лос-Аламосе, где создается американское ядерное оружие, тоже все попали под контроль фактически России. Ну, не дарматию атаку называют наибольшую, просто взагалі за всю историю. На самом деле, никто даже до сих пор не понимает масштабов. Их оценивать масштабы, чтобы оценить полностью масштабы, придется подождать еще год, наверное. Сейчас пока все эти сети выдернуты просто из сети, просто из розетки вытащили, чтобы оттуда нельзя ничего было выкачать хакерам прямо сейчас. До речи, ты бачил, Джо Байден уже встиг сказать, что Дональд Трамп – это все его правила, потому что он все-таки еще несколько недель будет президентом, а при нем вот таке происходит просто. Да, и Байден прав. Но тут что еще важнее? Байден сказал, что он обязательно накажет, вот накажет Россию за это. И я тебе скажу, я вот читаю, сейчас смотрю всякие там подкасты, телепрограммы и так далее про американскую политику, я тебе могу сказать. Сейчас американский демократический истеблишмент просто бьет копытом, они хрипят просто от ярости, они очень хотят сейчас просто открутить, не будем говорить что, потому что мы все-таки в радиоэфире, Владимиру Путину из-за того, что они в бешенстве просто от того, что произошло. И те санкции, которые они будут вводить, будут очень серьезными. И, кстати, в Сенате уже поддержали введение антироссийских санкций, важно то, что поддержали даже республиканцы. То есть у Байдена не будет проблем с проведением этих санкций через Сенат, и даже республиканцы поддерживают эти санкции. Ось, тем больше, выглядит очень дивно позиция Дональда Трампа тут, когда эти республиканцы поддерживают. Да, но Дональд Трамп, я так понимаю, что, скорее всего, действительно он чем, что-то он должен Владимиру Путину. Выглядает так. Мы будем сейчас разбираем, и с чему. Нет других объяснений действительно тому, что он настолько сильно облизывает сапоги Владимира Путину. Просто это невозможно. Но это, кстати, не все. На этой неделе Дональд Трамп еще куча всякого странного учащего дела, но об этом мы поговорим уже в следующей части. Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко. Программа «Дикий, дикий Запад». Итак, мы вам в предыдущей части рассказали, как Дональд Трамп помогает России избежать ответственности за самый крупнейший взлом, нельзя говорить «самый крупнейший», но крупнейший взлом компьютерных сетей в истории США. Говорит, что это были не Россия, они были китайцы. Россия, кстати, естественно, тоже все отрицает. Но компьютерные специалисты все в один голос говорят, что это была Россия. Причем не просто Россия, а служба внешней разведки России, которая, собственно, и сделала этот действительно грандиозный хак американских компьютерных информационных сетей. Но на этом не заканчивается помощь Дональда Трампа России. На этой неделе он сегодня прямо помогал за всех сил. Ну, в чем его заслуга перед Москвой? За что Дональд Трамп может совершенно спокойно получить орден боевого красного знамени? За то, что, например, сегодня он витировал National Defense Authorization Act. То есть, точнее, это было вчера, но сегодня по американскому времени. Короче, что это такое? Это расходы дополнительные на американскую оборону. Этот закон регулирует многие понятия о том, как должна выстраиваться американская оборона и финансирует эти самые вещи. Ну, например, там идет речь о повышении зарплаты американских военнослужащих, причем существенного. Там идет речь о модернизации американских вооружений. Но для нас самое интересное, что это все заветировано, этого не будет. Для нас самое интересное, что в этом же законопроекте были санкции против Северного потока-2. То есть, там было внесено положение, что те компании или те люди, личности, которые люди будут пытаться помогать России достраивать Северный поток-2, они окажутся под санкцией. Больший подарок Путину просто важко иначе придумать. Да, потому что Северный поток-2 – это его любимая, любимая его игрушка. Там на кону даже много денег стоит. Это не только это, потому что он считает, и не без оснований считает, что с помощью Северного потока-2 он сможет реально влиять на Украину, на украинскую политику. А Украина – это его больное место, его любимое, его любимое и самое любимое и нелюбимое, я бы так сказал. Потому что Украина его терпеть не может, а он ее любит. И поэтому он постоянно пытается хоть как-то найти какой-то способ влияния на Украину. Северный поток-2 таким способом и мог бы быть. Но из-за санкций он не будет достроен. Однако сейчас Дональд Трамп, по сути дела, отменил эти санкции. Это очень-очень нехорошо. Для Украины это будет достаточно опасная ситуация складываться. Я надеюсь, что все-таки Байден эти санкции вернет на место, когда станет президентом. Я хотела тебя запитать. Думаешь, все-таки они повернутся? Да, я думаю, так или иначе, это будет возвращено на место, потому что до инаугурации Байдена осталось всего лишь 20 дней. Чуть больше. 20 числа инаугурация. Чуть больше, 25 дней. Но при этом, надо сказать, что в Конгрессе, в Сенате этот NDAA закон, он принимался абсолютным большинством, то есть за него голосовали демократы и республиканцы, поэтому никаких проблем сейчас с его возобновлением не возникнет. Но сам факт того, что Трамп наложил на него вето, о многом свете говорит. Кстати, в этом же законе содержится положение о выделении Украине военной помощи на несколько сотен миллионов долларов. Опять же, Трамп это заветировал, то есть этого сейчас не будет. Ты знаешь, это все выглядит так, про что мы говорим? Не мог бы Трамп в последние недели своего президентства намагается как бы больше помогать Путину, чтобы потом все было доброе в нём? Да, в этом смысле он, конечно, просто поражает воображение. Я, знаете, что удивляет? Как многие люди до сих пор говорят, нет, Трамп за Украину. При том, что, не знаю, он же Путину должен, наверное, поцеловать в задницу в прямом эфире, чтобы эти люди поверили, что нет, Трамп, он против Украины, Трамп за Путина, а Трамп Путина любит. Мы с тобой как-то говорили про то, что у украинцев, взагалі, так, у Белоруссии, там, у россиян, мабуть, так само, они любят таких сильных лидеров, знаешь, такой мужик, чтобы он там пішел, что-то, знаешь, рукою по столу вдарив и так далее. Да, ну, есть такое. Не будем, то есть не у всех, слава Богу, конечно, но, к сожалению, такое частенько у наших людей появляется такое чувство. Трамп також выступил еще против одного документа, так, про допомогу пострадавшим, пострадавшим від ковіду. Да, это тоже очень странная история, но тут Трамп, конечно, просто поиграет в политику. Очень долго принимался этот закон на выделение 900 миллиардов долларов людям на пострадавшим от коронавируса. 600 долларов выходить там на... Да, и там вышло, что в результате они договорились о 600 долларов на одного человека. Кстати, эти 600 долларов вообще не появились бы там, если бы, знаешь, никто не Берни Сандерс, потому что он сказал, что я пирогом упрусь, ни за что не буду это принимать, а там-то почему-то требуется единогласное голосование, требовалось. В общем, короче говоря, Берни Сандерс сказал, что повлиял, и в результате деньги для простых людей внесли. 600 долларов. Ну, то и договорились. Причем, республиканцы были против увеличения этой суммы, демократы были за, но тут документ принят, в конце концов, поступает на подпись Трампа, он говорит, не буду подписывать, потому что 600 долларов мало. Так, наинцепилось, я ему уже ответила, что давайте туда вказывай свою сумму, и куда там хочешь. Ну, он, конечно, ничего не покажет, потому что для него важно показать, что он типа за народ, а вот эти проклятые демократы и депутаты, они против народа, поэтому он, скорее всего, не скажет какую... Точнее, не то, что не скажет, он скажет, он сказал, хочу 2000, но республиканцы не послушаются его. Короче говоря... Я думаю, что тут наиболее сумме, потому что люди, по факту, врешті-решт, залишаются взагалі без ничего. Да, самое неприятное, то, что каждоество в Америке, это, пожалуй, самый главный праздник, такой самый веселый семейный праздник, так вот, каждоество люди окажутся без денег, а там реально ситуация для... С коронавирусом. Для бедных людей реально очень тяжелая. До речи, я тут згадала, параллельно с тем, в Италії люди почали подавати в суд, до суду, так, на владу, чтобы они вишкодовали їм кошти в семьях, членах яких, померли від ковиду. Ну вот, да, то есть люди уже начинают предъявлять претензии своим правительствам, а Америка, ну вот там, конечно, нельзя винить только Трампа. Нэнси Пелоси, кстати, тоже красавица, потому что осенью предлагали республиканцу принять законопроект с двумя с половинами триллионами долларов, то есть там предлагались выделить огромные деньги на помощь людям. И тогда Пелоси сказала, нет, не хочу. Почему? Потому что она не хотела, чтобы такой законопроект был принят перед выборами президента, чтобы не помогать Трампу. Таким образом, из-за этой политической гры, да, ну, люди останутся без денег. Это очень-очень печально. И сейчас все американские, как правые, так и левые журналисты льют крокодиловые слезы, говорят, как же так, как же так. Да так получается, потому что по одной простой причине, потому что всем на людей наплевать, всех интересует только политика. На цей, такий, не дуже веселый нот, мы эту частину закінчим, но скоро до вас повернемося, и будет далее, мабуть, веселее. Да, будем надеяться. Так, в эфире далее, радио НВ, Дакий Захід, Иван Яковин, Надарья Колясниченко, мы продолжаем говорить про Америку, и сейчас мы немного поговорим про то, как Дональд Трамп не только всех бере и страчует, так, но некоторых людей он решил и помиловать. Такое, Дональд Трамп помиловал 29 человек, среди которых есть очень интересные персонажи, и, в частности, это его последний политехнолог Пол Малафорт, которому там святило что-то 20 лет в вездочке за его... Приключения, да, он налоги не платил, причем не платил в Америке налоги, а денег полученных в Украине, насколько я помню. Он, кстати, уже работал с Януковичем, поэтому Украина ему не чужая страна, да, он тут как свой практически, так что я еще не удивлюсь, если он приедет сюда делать избирательную кампанию. Помнишь, была эта черная бухгалтерия партии регионов? Да, да, да. Ось, он там его прозвища фигурувал. Малафорт наш человек, ну, наш в кавычках, конечно, я думаю, что, к сожалению, этот человек еще не скоро... На самом деле, вот если кто из заслуживания тюряги, так это он точно, но, к сожалению, вышел. Выйшел, так. И среди помиловых, крім Малафорта, есть и колишний радник передвиборчого штабу Трампа Джордж Пападополус. Его звати, цього чоловіка, это какой-то вихедец из Греции, судячи по всему. Ось, но, окремо, уваги заслуговує другой помилованный, которого звати Алекс Ван Дерцван. И это не просто якийсь там, не знаю, Алекс Ван Дерцван, якийсь американец, не зрозумілий, так? Насправдя, это зять российского миллиардера Германа Хана. И, до речи, сам Хан, это он... Я, знаешь, ты даже написал себе российский бизнесмен еврейского происхождения из Украины. Так, потому что он сам и так, потому что он родился и в Киеве. Чтобы ты понимаешь, тут жив, потом переезжал в Россию и начал там строить свой бизнес и заниматься этим. Но он, насколько я помню, он является бизнес-партнером Фридмана, которого, в общем, та же история была. Но Фридман, правда, не в Киеве родился, а во Львове. Так, и он в Альфа-группе, там, член правления, что-то такое. И, до речи, також, цей хан сейчас член Наглядовой Ради Мемориального Центру Голокосту Бабин-Яр. Ну, собственно, как и этот самый, как и Фридман. И вот это его зять, так, он фигурувал в расследовании про российское втручание в американские выборы в 2016-м году, но он потом покаявся. Он признал свою вину или нет? Я его что-то не помню, кстати. Ой, не знаю, но у Трампа вот такие, друзья, замечательные. Кстати, он еще помиловал, знаешь, кого каких-то, 14, по-моему, человек, точнее, нет, не 14, 14 жертв было, людей, работавших наемниками в Ираке. Они расстреляли 14 женщин, мужчин и детей в Ираке как-то раз. Их посадили за совершение военных преступлений. Вот их Трамп тоже оправдал, то есть, ну, не помиловал, не оправдал, то есть, ну, самые-таки какие-то отбросы общества. А знаешь, что тут кидаются в очи особисто у меня, то, что на фоне осього, таких помилований, Трамп очень много людей сотрачивает, наоборот. Да, ну, вот у нас в предыдущей программе был, кто не смотрел, посмотрите, мы рассказывали о том, как много людей казнят сейчас. и, в общем, тех, за которых там люди просто просят, даже не просто какие-то там, так, их семьи, или шахты, или какое-то общество. Даже прокуроры, которые на процессах этих работали тогда, 20 лет назад, говорят, Трампа называют даже наиболее кровожадным президентом через это все. Ну, да, к сожалению, есть такое. Это вообще ужасная история, потому что, ну, так нельзя просто. Кстати, Роджера Стоуна тоже помиловал Трампа, и своего свата. У Трампа есть сват, которого зовут, сейчас скажу, Чарльз Кушнер. Это отец Джареда Кушнера, а Джаред Кушнер это муж его дочки Иванки Трамп. Так, до речи, ты знаешь, что сейчас еще иде мова про то, что Трамп может помиловать и сам себя? Да, он хочет, да, потому что, скажем так, предварительно, потому что пока его ни в чем вроде как не обвинили со стороны именно правительства США, потому что у него есть обвинения от штата Нью-Йорк, вот от этих обвинений он не может избавить сам себя, потому что даже если он помилует сам себя, то только по федеральным преступлениям, а не по преступлениям штата. Ну, и так же он хочет помиловать своих детей, кроме того. Ну, это я понимаю, я бы детей тоже помиловал своих, если бы были, но себя бы, наверное, все-таки не захотя, а если бы я был Трампом, я бы вообще всех помиловал, кто мне близок. Також там интересная история сейчас происходит с его инаугурацией. Чув про такое, Потому что его прихильники, так, в день инаугурации Джо Байдена 20 сечня собираются провести параллельную инаугурацию, альтернативную. Я не просто чув, я туда записался, написал, потому что есть там, а эти ребята сделали уже в Фейсбуке, сделали ивент, куда можно записаться, но если у вас есть такая возможность пойти туда во Флориде, по-моему, дело будет. Понад 65 тысяч людей, я уже сказал, еще плановую взятую участь, и понад 260 тысяч зацикавлено. Цикавляться, так, те подею. Ну, я скажу так, мне тоже интересно, что там будет, потому что мне кажется, это будет гораздо более интересно, чем у Джо Байдена, потому что Джо Байден сказал, что инаугурация в этом году будет, не в этом, в следующем году будет, как очень походить на съезд демократической партии, а этот съезд в основном был сделан как-то по зуму, удаленно. Так, и плюс куриц, все-таки, никто не будет там разум сбраться, а Дональд Трамп навпаки влаштует без зибрания массовые. Я думаю, там будет очень классно такая типа альтернативная инаугурация. Все без масок. Конечно, там они все перезаражают друг другу ковидом, естественно, как это у них вводится, но мне кажется, это, знаешь, для чего это делается? Для того, чтобы все американские средства массовой информации, они же, конечно, поедут снимать Трампа и вот этот безумный пир, бал сатаны, потому что у Байдена будет скучно, неинтересно и все заснут от скуки. Поэтому, я думаю, у Трампа будет там чат кутежа, черти пляшущие, голые женщины и всякое такое, поэтому там будет, конечно, прикольно. И, до речи, очень великое питание, чи варто взагалі так Байдену запрошувати на свою инаугурацию Трампа, тут не робил невизнаєння его победы на выборах, власне говоря, не хотел передавать ему брифінги декілька недель, чем, в целом, поставил под загрозу национальную безопасность. Совершенно верно, я бы на месте Байдена вообще Трампа игнорировал. Так, и, до речи, взагалі, по традиции, президент, который вы уже выбрали, выбрали, он должен быть пригласен в Билий Дим, на какие-то чаювания. Ну, не в этом случае. Кстати, Трамп, последнее, что хочу сказать, сегодня, Трамп вообще может быть сделать действительность инаугурацию. Почему? Потому что, он сказал, сейчас активно рассматривается в Белом доме вопрос о введении чрезвычайного положения, комендантского часа, или даже военного положения в тех штатах, где Трамп проиграл Байдену, и с тем, чтобы провести в этих штатах заново голосование. Кстати, эту идею лоббирует Стивен Беннон, человек, который привел Трампа во власть в прошлый раз, в 2016 году. Поэтому все может быть. Может быть, история еще не закончена. До речи, судячи по всему, на эти свои альтернативные инаугурации, Трамп все-таки оголосит про то, что он будет балотоваться снова в президенты США. Ну, будем надеяться, потому что, если этого не произойдет, будет очень скучно, и нашу передачу придется закрывать. Ну, а так она пока закрывается всего лишь на одну неделю. У нас, кстати, на этой неделе еще будет передача, поэтому не выключайте свои радиоприемники. До встречи через неделю. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.